Спасибо большое, Пётр Владимирович, за такое представление. Мне бы хотелось начать, наверное, с того, чтобы объяснить, в принципе, правила нашего мероприятия. Будет пять кейсов. Я попытался подобрать именно такие случаи, где не будет принципиального значения иметь то, какое системное лечение или дополнительная, возможно, лучевую терапию будет получать пациент, чтобы это не отвлекало. То есть, грубо говоря, будет иметь роль лишь хирургический аспект в каждом кейсе. После представления каждого кейса у каждой команды будет по две минуты на обсуждение. На мой взгляд, этого, в принципе, должно быть достаточно. В течение двух минут вы между собой посовещаетесь. Та команда, которая будет отвечать второй, я сейчас обращаю на это внимание, у нее всегда должно быть два варианта ответа. Если вдруг другая команда, первая, отвечая, скажет один из ваших вариантов, то вы должны будете предоставить второй. Сейчас все меня слышат? Все услышали? Да, да, да. Учитывая то, что у нас в команде «Юг» целых две девушки, а Санкт-Петербург у нас культурная столица, думаю, что будет честно и правильно отдать право отвечать первыми командами «Юг». А в дальнейшем первым будет отвечать тот, кто проиграл предыдущий раунд. Думаю, что так будет резонно. Хорошо? Да. Хорошо. Если вдруг дополнительные какие-то вопросы после представления кейса, вы можете их задавать. Сейчас я обращаюсь к нашим телезрителям, интернет-зрителям, наверное, будет правильнее сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их также вписать в пункте под проигрывателем. Дополнительно мы их обсудим вместе с Петром Владимировичем, пока команды будут совещаться. В момент совещания звуковые дорожки этих двух команд будут разрываться, и они не будут слышать, что они друг к другу говорят. Это сделано благодаря нашей замечательной технической службе, которая проводит титанический труд, на мой взгляд, в «Медиа-арене». Спасибо вам большое. Очередной раз вы нас выручаете. То есть после двух минут каждая команда дает свой ответ, потом включается голосование. Голосование будет точно так же под экраном, где вы видите видео. За кого вы голосуете, за юг или за север? Пока вы голосуете, я представлю, как я решал данную конкретную задачу. Я хочу отметить, что мое решение не является единственно верным. Вам необходимо выбирать из тех двух решений, которые представят команды. Я думаю, что те хирурги, которые нас слушают, они более чем компетентные и смогут выбрать тот вариант, который, на их взгляд, является самым лучшим и самым оптимальным. И выберут именно из этих двух команд. Если мой вариант решений совпадает с кем-то из тех команд, которые будут отвечать, ну, это лишь совпадение, но это не значит, что это именно было правильно. Все-таки правильный ответ, наверное, будете выбирать вы, зрители, а мы просто представим наши случаи. Хорошо? Надеюсь, всем все понятно. Да. Да. То есть выигрывают все-таки за счет зрителей, не за счет того, что... Если всем все слышно и всем все понятно, тогда разрешите приступить к нашей презентации. Надеюсь, всем ведь на первый слайд. Да. Да, да. Нет. Мой любимый второй слайд, я не мог его пройти. Я думаю, что это вообще интересный вариант проведения такого интерактива. Думаю, что мы все получим от этого и удовольствие, и какие-то дополнительные знания. Ну, и первая пациентка, 42 года, я еще раз повторюсь, не имеет значения, какая конкретная у данной конкретно пациентки стадия, люминальный или не люминальный потип, она уже все виды лечения прошла. Ей была выполнена реконструкция с помощью установки импланта препекторально, препекторально, с дополнительным укрытием ЭДМ. После этого, у меня нет, сразу после операции эстетического результата, к сожалению, я не успел с этого оперировать, но он был достаточно приемлемый, но в течение какого-то времени у пациентки начала после лучевой терапии прогрессировать капсулярная контрактура. Все слышат? Ничего страшного. Если вы позволите, я пока что проговорю еще о этой ситуации с этой пациенткой попутно, вы сможете увидеть внешне, думаю, достаточно быстро сориентируйтесь. Если вы видите, у данной конкретной пациентки, перед видя ваши возможные вопросы, в области потемнения, да, я не знаю, мышку мою видят, нет то, что я показываю? Нет, не видно. И троеточие, пожалуйста. Ну, вы видите, на границе нижних квадратов в области реконструированной молочной железы есть прямо истончение ткани, достаточно значимое. Причем то, о чем говорили всегда, что EDM-материал может являться, как сказать, профилактикой капсулярной контактурой в отношении лучевой терапии, во всем чем в моих руках и при использовании термопола, но с ним, к сожалению, Аллатерма или там Брэксон и так далее, это все-таки не сработало. Не могу сказать, с чем это связано, с радиотерапевтами или с самим термополом, но при наличии лучевой терапии капсулярная контактура там или иначе происходила. И вот что в данном конкретном случае делать дальше? У вас есть ровно две минуты, мы тайник запускаем, Алексей? Можно начинать? Да, я думаю, что сейчас разъединят звуковые потоки, и вы можете начинать общаться, а мы с Петром Владимировичем обсудим. Петром Владимировичем, там есть какие-то вопросы, может быть? Не, они уже начали обсуждать очень бурно, слова всякие умные произносят, я даже половину не понимаю. Эльбрус Завейкович, давайте пока у нас есть две минуты выскажем свое мнение. Молодые хирурги, которые мечтают заниматься реконструкцией молочной железы, вот на сегодняшний этап, их путь обучения, какое обучение должен пройти молодой хирург, в реалиях нашего времени, конечно, чтобы работать с пациентами с диагнозом рак молочной железы и заниматься первичной реконструкцией, отсроченной реконструкцией, вот как вы считаете? Ну я, к сожалению, Петр Владимирович, не стал включать это в свою презентацию, но там у меня была идея еще включить момент насчет обучения, что необходимо иметь сертификат пластического хирурга. Вы знаете, мы видим, что и в Венгрии, да, постепенно к этому пришли, что еще в разных темах, то есть у них когда-то можно было и тем и другим заниматься, онкологу, а потом вот те, которые когда-то получили сертификат, они могут продолжать, а новые уже должны получать отдельные и пластического хирурга, и онколога. Наверное, я все-таки рекомендую онкологам еще дополнительно получить сертификат пластического хирурга. Однозначно, по крайней мере, юридически это будет правильно. На сегодняшний день, конечно, достаточно сертификата онколога, но как будет дальше, тяжело сказать. Это раз. А второе, насчет конкретного обучения, вы знаете, я с определенной долей зависти отношусь ко всем вашим ученикам, Петру Владимирович, потому что, ну, мне кажется, большего ничего не надо работать в таком научно-советском институте под таким руководством. Ну, ладно, Эльбрус, это вы тоже уже знаете. Нет, я на полном серьезном, о чем я сейчас говорю. У нас есть научно-советские институты, где обучаясь в ординатуре, в аспиратуре, уже и больше ничего не надо. Когда у нас здесь не было такой возможности, я набегом и наездом взял то план, то другие научно-советские институты, то в Казань, и где проходило обучение. Поэтому плюс сейчас стала настолько доступна информация, вот даже вот этот наш марафон, мне кажется, более чем образовательный, и возможностей стало намного больше. Поэтому для того, чтобы начать, наверное, нужно закончить школу, вот такую-то личную, а потом уже под чем-то руководством, в идеале, начинать так, как это происходит у вас. То есть вы за пластический сертификат тоже принципиально? Да, я не принципиально, я просто переживаю. Я понял, нет, но это абсолютно правильная, наверное, позиция. У нас время, Эльбрус Слович, мы с вами... Да, даже дали им слишком много времени. В классическом варианте, то эффект заплатки у нас будет, поэтому можно использовать мышечную... Коллеги, коллеги, вы уже в эфире, в общем. Эльбрус Слович, одна проблема, мы когда обсуждаем, мы слышим ваше обсуждение. А друг друга не слышим. А друг друга не слышим. Давайте дадим им еще две минуты, так нечестно и помолчим. Спасибо. Спасибо. Коллеги, не показывайте в экран, что вы пишете, потому что, если честно, то это можно подсмотреть. Я, если честно, даже не знаю, что на вами пишут. Я точно ничего не вижу. Эльбрус Слович, я не подсматриваю. А сейчас Юг обсуждает или нет? Ну, если у них есть возможность обсуждать... Ну, мы-то с вами друг друга слышим, и нас, я так понимаю, эфир слышат. А ребята-то обсуждают? А, их вывели в отдельный канал. Можем продолжить обсуждение. Себя еще нас слышат и достаточно громко, и им приходится обклиниваться между нашими словами. Да, да, да. Но на самом деле, действительно, сегодня была презентация интересная о том, что генерации хирургов разные. Генерации хирургов 80-х, которые учились сами оперировать. Потом 90-е, которые научились у тех, кто 80-е стартовал. А сейчас появились хирурги, которые, в общем-то, уже должны, наверное, учиться правильно. Не просто со слов учителей и старших товарищей, а уже какой-то системе. И то, о чем говорил Золтан, о том, что в Евросоюзе постепенно вводится история сертификации breast surgeon. То есть человек должен пройти обучение, прежде чем приступить к этому. Наверное, это важно. Скажите, а Золтан говорит, что будет отдельный сертификат, типа синологи, тоже резакера? Нет, это отдельный сертификат общества Бресса, который Торстен Кюн пропагандирует. Есть книжка, которая издана европейскими коллегами, и они хотят организовать соответствующие сначала курсы для хирургов. Это не длительные, там, двух-трехнедельные, которые уже умеют, а потом сдачу экзамена. И получение отдельного сертификата, он пока не признан в Евросоюзе. Но идея в том, чтобы всех хирургов обучить, и, соответственно, оперировали только те, кто, в общем-то, владеет большинством методик и понимает, что он делает. Наверное, в этом есть, потому что у нас с вами, ну, как бы, отсутствуют курсы, как таковые, которые бы имели сертификаты соответствующие. И, в общем-то, мы с вами из поколения тех, кто учился, у тех, кто сам учился, непонятно как. Наверное, так, если честно. Ну да, от этого нам никуда не убивают. Ну что, по-моему, еще прошло две минуты. Эльбрус Славевич, вам слово. Ну что, коллегия из Юга, вы нас слышите? Да. Вы обсудили? Эльбрус Славкович. Вот у нас такая проблема. Мы просто, когда обсуждаем вопрос, вас вместе с Пётром Владимировичем очень хорошо слышим. И вы, как бы, получается, пересекаетесь в нашем разговоре. Можно как-то это отключить? Да, мы сейчас отключим. Давайте так сделаем. Мы отключаем так, да. Вот техническая служба говорит, что вы не будете нас слышать в следующий раз. Спасибо. Отлично. Отлично. В крайнем случае, мне кажется, вам уже давно пора поменяться телефонами, между собой в WhatsApp. Да, хороший вариант. Нужно слушать правила. Ну, вместе с тем, давайте, ваш ответ все-таки. Юг, вы первые. Кто отвечает? Вот вопрос можно уточняющий? Вы говорили в нижнем квадранте очень тонкая кожа. Насколько тонкая? Там практически она прилежит к капсуле или все-таки есть какой-то слой подкожно-жировой клетчатки? Подкожно-жировой клетчатки минимум. Там сразу идёт ADM-материал перфорированный. Ну, где-то, наверное, толщина 3-5 миллиметров. Мы можем тогда дать наш ответ? Да, можете. Если вы не против, я тогда озвучиваю, да? Да. Мы в данном варианте даём только один, да, ответ? Нам второе не нужно страховочное. Да, один, да. Да. Значит, наше предложение – это замена имплантата, удаление ADM, использование торгодорзального лоскута и изменение плана установки имплантата под мышцу. И, возможно, изменение покрытия имплантата. Там, насколько мы поняли, полиуретановое стоит? Нет, нет, там текстура стоит. Там текстура стоит. Возможно, ещё раз поставить либо текстуру, либо можно попробовать полиуретан. А если бы стоял полиуретан? Тогда бы однозначно речь шла о замене на текстурированное покрытие. Кто-то в Нии Герцена разлюбили полиуретан. Ладно, хорошо. Всё? Ну, один вариант был озвучен. Один вариант. Да, да. То есть торгодорзальный лоскут, а что вы будете делать со ском, с авиалой? То есть просто нахуй похоже на его размести или сечёт какой-то лоскут кожа? Вот что вы будете делать? Иссечение как раз-таки атрофированной кожи в нижних склонах, и, соответственно, будет как заплатка из торгодорзального лоскута. Всё, понял. Там немножечко сейчас имеется конструктивный такой нижний склон за счёт формирования капсульной контрактуры. Скорее всего, использование торгодорзального лоскута даст нам небольшое увеличение нижнего склона, за счёт которого можно будет добиться вот такого естественного фтоза, который был до операции. Хорошо, хорошо. Команда «Север», мы вас слушаем. Понятное дело, что торгодорзальный лоскут сразу же забрали, поэтому мы сразу рассчитывали на вторую идею. И вторая идея наша заключается в том, чтобы сделать с поражённой стороны, с больной, редукцию кожного чехла по типу ТН-версии, за счёт которой мы сможем вернуть сосок более медиально. Естественно, удаление ЭДМа, удаление импланты, сечение переднего листка капсулы и симметризирующая операция с другой стороны по типу редукционной маммопластики. Потому что по снимкам маммарная складка у пациентки находится на одном уровне, справа и слева. Поэтому, собственно говоря, нужно только устранить фтоз со здоровой стороны. То есть вы не собираетесь разворачивать никакие лоскуты, если капсулы ЭДМ и установили туда же импланты? Ну, лоскут уже, к сожалению, забрали. Да-да-да, я помню. Хотя нужно понимать, что только дарзальный лоскут используется не только как заплатка, но он позволяет улучшить кровоснабжение этой области за счёт ревоскулиризации и новых источников питания. Но второй вариант наш такой. Хорошо. А никаких вариантов либо пилинга добавочного, ничего, вы об этом и не говорите сейчас, если правильно я понимаю? Ну, это будет же третий вариант. Хорошо. То есть на данный момент лишь замена на имплант. А имплант какой вы будете ставить? Там текстура обычная. В этом случае, я думаю, что не играет особую роль текстура самого импланта. Мы бы остановились на обычном макротекстурированном импланте. Макро-микро тоже не имеет никакого отношения. Хорошо. Я не думаю, что это случай для ПЮ-импланта. Хорошо. Хорошо. Я бы попросил теперь всех зрителей приступить к голосованию. У вас там внизу под плеером должно быть окно, где вы можете начать голосовать за одну из команд. Я еще раз напомню, что вариант ответов команда ЮГ ТДЛ с исчечением агротических тканей замена импланта по текстуре. Команда Север попытаться симпатизировать за счет афиксии правой молочной железы. И слева просто исчечение всех тканей. Возможно, в последующем дополнение в виде липопит. Я правильно понимаю, да? Да. Хорошо? Отлично. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось пока что. Пока идет голосование. Ну, действительно, здесь случай был первый, достаточно такой стандартный. Я понимаю, что обе команды думали именно о ТДЛ. И, конечно, наверное, это был самый правильный и резонный вариант. Мы, естественно, разметили все и сделали ТДЛ. Единственное, что с правой стороны мы сделали тоже симметризирующую операцию. Имплант текстурированный мы поменяли на все-таки полиуретан. И после того, как сделали ту самую заплатку, о которой говорила Ильна, мы просто сверху на эту заплатку в виде свободного графта перенесли наш сосково-ареолярный комплекс. Мы видим, что через какое-то время, несмотря на то, что импланты полиуретана, у пациента достаточно хорошая мобильность, как только этот полиуретан рассосался, то есть пациентка отмечает мобильность молочных желез, в принципе, такую же сопоставимую, как и в текстурированных имплантах. Это то, о чем мы неоднократно говорили, что все-таки степень вырастания полиуретанового импланта зависит не столько от того, что он полиуретаном вырастает, от того, насколько тесно ему в том кармане, который мы ему создаем. Пока зрители отвечают, если есть у кого-то вопросы из команд, можете сказать? Нет ни у кого вопросов, никто не слышит. Брали ли вы посев? Если вы говорите, что участок кожи был скомпрометирован, был ли посев? Нет, он скомпрометирован был, знаете, не так, что там было внутри воспаление. Он тут, на самом деле, очень сильно истончен, но не было именно при вскрытии полости, не было данных за какое-то воспаление. Просто была грубая капсула, которую необходимо было иссякать. И в данном случае все-таки ставить обычный текстурированный имплант в достаточно большой карман я бы точно не рискнул. Поэтому я выбрал вариант с полиуретаном. И еще один вопрос, если вы разрешите. По вашему мнению, фиброзная контрактура происходила из капсулы импланта или из пермакола? Ну, пермакол, он же не может продуцировать никакой негатив дополнительных клеточных элементов. Когда делаешь пермакол чисто сам по себе, без лучевой терапии, у меня капсулярных контрактов не было. Но сколько добавляется лучевая терапия, пермакол не является спасением. Часть всего это все-таки реакция. Спасибо. Александр Бекович, а можно вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, это был перфорированный пермакол? По запатентованной методике не единственная. А была ли отмечена длительная сирома в послеоперационном периоде у этой пациентки? Нет. Не было длительной. Все было на первую терапию. К сожалению, лучевая терапия, она есть. Как мы сегодня Новикова послушали. Она была, есть и будет. И деэскалация не предвидится. Хорошо. Если вы позволите к следующему случаю, давайте заканчивать голосование. Послушаем, узнаем, что за результат у нас. Мы видим его или нет? Петр Владимирович. Да, результат виден. Виден, по крайней мере, у нас в студии. Север 44,2%, юг 55,8%. Небольшим перевесом. Хорошо. На следующий вопрос первыми отвечает Север. Хорошо. Приступаем к следующему вопросу. Пациентка 38 лет. Опять-таки, такой же случай с перференом ЭДМ. Но здесь, если в прошлый случай доступ был в субмамарной складке, то здесь доступ был к проекции опухоли с истечением этого опухоли островка кожи. И вы видите, что в послеоперационном периоде без лучевой терапии наступила атрофия все-таки тканей. Мы видим, что пациентка изначально достаточно субтильная. И у нее не особо сильно выражена подкожно-жировая клетчатка. Это говорит о том, что нужно все-таки проводить отбор для выполнения припекторальной установки импланта и дополнительного укрытия этим ЭДМ-материалом. Ну, так вот, мы получили трофические изменения, которые завершились тем, что в области Рубца мы видим, как родился перфорированный ЭДМ, и в области Сосково-Ареалярного комплекса. То есть вот такой перфорированный ЭДМ. И что делать дальше? Вопрос снова и к северу, и к югу. У вас есть две минуты. Надеюсь, юг нас не будет слушать и слышать, Алексей. И можете, наверное, совещаться уже. Петр Владимирович, их отсоединили одна, которую я не вижу? Ну, наверное, отсоединили, да. По крайней мере, я не вижу команды юга, а северяне у меня тут что-то бурчат. Ну, непонятно, как всегда. Вот, слушайте, интересный случай первый. Прям действительно, ЭДМ просился, и очень прям сразу хотелось. И, наверное, мы бы тоже, ну, предложили так. Это самое такое рабочее решение. Самое, как вам сказать, самое в процессе решения. Но у меня была надежда, что кто-то из микрохирургов... Да, 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 да. Я и хотел, я к этому сейчас и веду. На самом деле... Да, ЭДМАН, что-нибудь такое, но не прозвучало. Не прозвучало, хотя просилось очень... Причем, сохранив ареолу свою, ну, на больной молочной железе, туда перекинуть, конечно, ДИП было бы интересно. И это хорошее такое решение. И, ну, на самом деле, первая команда молодцы, что ТДЛ выбрали, но они ничего не сказали про вторую молочную железу, про здоровую. А там просился имплант, потому что просто ТДЛ не решал проблемы, как бы. Он решал локально, но, с моей точки зрения, аугментацию надо было делать в любом случае. Да. Конечно, ТДЛ хорошая штука. Хорошо, что он у нас есть. Как вы говорите, что тоже у себя в клинике в основном его используете как лоскут, спаситель, не рутинно, а первичная реконструкция? Да, да. Да, это спаситель наш. Хотя, конечно, и для первичной его иногда прям хочется использовать. Он просится иногда прям. Да, бывает такая история. Да. Здорово. Если, я так думаю, что 2 минуты уже прошло... Сейчас 5 секунд осталось, 4. И у меня тут таймер идет, оказывается. 2-1. Все, 2 минуты прошло, можно обсуждать. Давайте предложим любую лоску. Коллеги, Юг, мы 2 минуты обсуждения закончили, северяне вышли, что-то хотят сказать. Да, северяне сейчас говорят свой ответ. И Юг, я напоминаю, у вас должно было быть 2 ответа, потому что север может сказать один из ваших. Север, мы вас слушаем. Если позволите. Но мы примерно понимаем, какой ответ будет у наших коллег, поэтому хотелось бы, наверное, пойти немножко другим путем. Для начала мы бы... Вы на период идете другим путем. Мы бы провели беседу с самим пациентом и спросили бы у нее 2 важных вопроса, которые нас интересуют. Хочет ли она результат после операции, после одной операции, стойкий результат, который был бы у нее, наверное, безопасный, либо пытаться побороться за то, чтобы не было у нее никаких дополнительных разрезов и хирургических доступов. Поэтому тактику, которую мы избрали с коллегами, посвящавшись, мы для начала возьмем посев из раны, проведем антибиотикотерапию. Следующий наш этап – это будет ревизия и удаление импланта с иссечением капсул и подозрительных участков. И на этом мы остановимся. После этого, после заживления полностью раны, мы пойдем по пути двухэтапной реконструкции. И на первом этапе мы предложим пациенту симметриотизирующую операцию в объеме аугументации молочной железы. Пациентка очень худенькая. Я сразу уточню. Вы на первом этапе убрали отсюда имплант и сразу туда... Нет, 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 дали зажить. Ничего оставить не будем. Дадим зажить, дадим зажить. Хорошо. Первая операция – дали зажить. И после этого мы бы двухэтапная реконструкция через экспандер. Хорошо. То есть справа экспандер, потом имплант, с правой стороны дополнительный имплант. А, да, да. А потом, естественно, имплант. И если бы нам нужно было бы решить вопрос с суммарной складкой, мы бы, естественно, обратились к Арту Халитовичу и его блестящей технике формирования суммарной складки. С правой стороны вы правили? Правильно? Да. С правой стороны импланты не разрушены. Ну, это со стороны, которая была компрометирована. Да, но там при пикторане стоит имплант. Мы видим, что, то есть, ИДМ точно так же, как в прошлой ситуации. Ну, я понимаю, мы просто в процессе сейчас фотографий мы не видим, насколько там инфильтрируемые ткани. А если вы экспандер на мою эти подручки, правильно? Да, да, конечно. Поэтому, возможно, да, да, естественно. Потому что экспандер может продавить суммарную складку. Все, хорошо, хорошо. Так, итого, получается, удаляем, потом ставим экспандер, потом экспандер меняем на имплант, делаем симметрию одного момента. Три операции. Три этапа. Три этапа, да. Так, хорошо. Команда Юг. Значит, Ильнур. Ну, команда «Север», она, команда «Север», в принципе, логичный путь избрала, учитывая то, что у нас произошла экструзия импланта, то есть имплант уже обсеменен бактериальной инфекцией, то есть он является матрицей по поддержанию инфекции. Его однозначно необходимо удалять. Однозначно необходимо санировать ложи импланта. Но здесь можно пойти немного другим путем, то есть, во-первых, учитывая то, что препекторальная установка была, то есть мы должны в любом случае поменять карман на субмускулярный карман, иссечь атрофические участки, санировать полость и можно использовать лоскут либо ТДЛ для закрытия соответственно кожного дефекта, либо ягодичный лоскут, учитывая то, насколько она субтильна. Ну, также я хотела бы добавить, что в принципе, ну, по факту, для, здесь, учитывая, что пациентка молодая достаточно, в принципе, наверное, мы бы отдали в первую очередь предпочтение одномоментной реконструкции, если это возможно, да, и использование закрытия дефекта с помощью либо перфорантных лоскутов, либо пропеллерных лоскутов, например, ТДП, либо это вот так лоскут, либо это ягодичный лоскут, к сожалению, мы не видели просто вот полностью вида пациентки с точки зрения забора аутологичных тканей. Команда Юг, можно я на правах судику я что скажу? Либо то, либо то, либо то, не надо. Конкретно, вот то, что вам бы хотелось, будем считать, что у нее идеальные ягодицы для ягодичного лоскута, то есть вы бы сделали ягодичный лоскут. Тогда мы скажем так, любой аутологичный лоскут, хорошо кровоснабжаемый, с использованием изменения кармана и установки импланта субмускулярно, как бы это будет хорошо кровоснабжаемый лоскут, это уже будет с хорошо проведенной антибактериальной терапией, это будет профилактика гномерно-септических осложнений. Соответственно, можно попробовать делать это все в один факт. И липофилинг еще, конечно. В зависимости от толщины покровной ткани. Хорошая, хорошая. И ягодицу туда сделали, и имплант потом что-то завели, и еще и липофилинг пересаживаю лоскут. Я правильно понимаю? Если толщина лоскута недостаточная, либо толщина покровной ткани оставшихся после удаления импланта и капсулы образованы не, если недостаточно, то да, липофилинг в оставшейся покровной ткани. Либо второй вариант, который мы можем предложить, просто замена, ну так как мы выступаем вторыми, то мы имеем право на два варианта. Либо это просто замена. Если у нее хорошая, к примеру, достаточная толщина подкожной рвоклетчатки в области ягодицы или внутренней поверхности бедра, можно просто заменить и установить просто лоскут без имплантата. Замечательно. Хорошо. Если вы позвольте, я дам старт голосованию, пока буду озвучивать правильный ответ, как раз не такой простой, но все же. Старт голосования, но напомню перед этим, все-таки, команда Север, три операции. Первое, взять посев, удалить имплан, дожидаемся, когда заживет. Второе, меняем карман, устанавливаем экспандер под мышцу. Третье, делаем замену экспандера на имплант в следующей операции. Команда Юг предложила два варианта лоскут с имплантом, либо просто лоскут, грубо говоря. При необходимости с коррекцией это получено либо пинутом. Правильно? И тоже, кстати, установка импланта под мышцу. Именно. Правильно? Мы согласны. Правильно, мы согласны, правильно. Все, хорошо. Тогда начинается голосование, я перейду к тому, как мы решили эту ситуацию. Действительно, мы тоже удалили твердейский формируемый ЭДМ, видите там на втором снимке. Вообще, на фотографии, на первой видно, насколько ЭДМ впечатывается в ткани, интегрируется, и как эта сеточка остается именно как сеточка. ткани. на самой мышце, вот то, как мы удалили через доступ, где у нас была, грубо говоря, перфорация кожи, на лоскуте, мы удалили сам имплант, санировали всю эту зону. На самой мышце я даже не стал достигать весь этот лоскут. Говорят, что на лоскуте лучше всего приживаются ткани, поэтому я оставил саму капсулу, я просто сделал на ней насечки, чтобы тот экспандер млантбейкера, который я устанавливаю под мышц, как можно лучше все это растягивал. Мы же понимаем, что пациентам хочется все за один этап и как можно проще. Потом вот вместо перфорации в области со струбой ариэлянного комплекса, грубо говоря, можно было бы его просто сшить, но, к сожалению, я понимал, что если я так сожью, то я получу деформацию ариэлы. Поэтому я в это место, грубо говоря, сшил нормальный лоскут, который взял чуть ниже, чем рубец от кесаревого сечения, который у меня был, и вот я его прямо туда и перенес. Он замечательно прижился на подлежащей мышцы. Как вы говорили, я поменял карман. Все, что с инфекцией и всем остальным находилось, оно осталось наверху, а экспандер имплант бейтера я установил под мышцу. Вы видите на самой последней фотографии под экспандера импланта бейтера, который мы установили. Сейчас на следующей фотографии, на следующем слайде вы видите вот тот результат, который мы получили, разумеется, здесь напрашивалась дополнительная операция с целью вот здесь я показал, как вот этот лоскуток, который мы перенесли, хорошо прижился, свободный. И вы видите, мы избежали вот этой информации о реале, которая могла быть, если бы я просто так сопоставил ее и сшил. А экспандер имплан бейтера находится под мышцей. Попланировали ей просто удаление порта, но потом, когда она пришла и захотела все-таки дополнительно увеличить объем, мы на самом деле в конечном счете увеличили объем, поменяли экспандер имплан бейтера на постоянный перманентный имплант, а с левой стороны установили стандартный анатомический имплант. С обеих сторон получается обычная текстура, только с правой стороны имплант 395 миллилитров, насколько я помню, высокий профиль ментор, а с левой 330 кажется, тоже средний плюс профиль ментор. Вот так то, что мы получили. Петр Владимирович, я думаю, что можно уже узнать, что у нас по голосованию. это интересно. Коллеги, покажите, пожалуйста, что у нас в голосовании. север 81, юг 19. Да, на самом деле самый безопасный вариант пути, если мы сами решаем, как лечить, наверное, это все-таки идти именно тем путем, который приложил. северно. Но мы это сейчас обсудим, пока вы будете решать следующую задачу. Вот такая вот пациентка. У пациентки была подкожная мастертомия. Нам она обратилась вот таким вот результатом. Что с ней делать, что дальше? северно-мастертомия. У нас стоит сейчас. Мы можем переходить к обсуждению. Больше ничего тут не будет. Как я говорю, тут не имеет значения ни стадии, ни диалог. сколько времени прошло с операции? С момента операции прошло три года. Ну что, обсуждение, запускаем время обсуждения, коллеги. Давайте обсуждение. Отличный пример, Эльбрус Салбекович. Замечательный. Снимаю шляпу, решение очень элегантное. Единственное, ну наверное, как всегда, порыв поставить бекера закончился заменой бекера на имплант. Это такая типичная история, когда хочется вот прям, а потом хочется еще лучше. Когда беседовали с пациенткой, мы же понимаем, что когда пациентки все-таки с онкологическим диагнозом, они хотят как меньше как-то речь. Вот тот разговор о том, что они готовы на все, он еще диагноз, когда мы общаемся с пластическими хирургами, просто они редко с ними общаются. На самом деле эстетические пациенты, мне кажется, готовы на большие жертвы играть, чем реконструктивные пациенты. Они просто не хотят лишний раз приходить в онкологическое учреждение. Поэтому хотелось... это очень важный тоже аспект учреждения, которое делает эти операции. Потому что вы правильно сказали, в учреждение с онкологической вывески пациенты не хотят приходить. И мне кажется, в этом заложена такая бомба с часовым механизмом. Потому что многопрофильные больницы, которые в силу обстоятельств займутся или занимаются этим, они имеют у определенной категории больных большие преимущества. Потому что пациенты не идут в онкологическую больницу. Это очень важно. Реконструктивная хирургия, особенно отсроченная хирургия в онкологическом диспансере это психологическая травма для наших пациентов. Им тяжело еще раз прийти и еще раз прийти даже к тому же хирургу, который уже удалил молочную железу. То есть надо прийти к человеку, который тебе уже сделал больно. Ну так получается. Так так есть. Не стоит вот это ощущение, когда некоторые эстетические чисто хирурги говорят, там же нету таких возражений, у них же диагноз. Да нет. Женщина, которая приходит тебе за реконструкцию, она точно так же хочет не просто какой-то полник вместо груди, она хочет действительно прям грудь и начитав сейчас интернетом многие достаточно с четкими требованиями. Познать, уже понимая, приходит уже с определенными заявлениями и желаниями. Поэтому те времена, когда можно было просто что-то сформировать на другие и сказать, вот и слава богу, азарт перехивод рак осталось мне кажется, это уже где-то погоди. И хорошо. Больше, чем две минуты дали пообсуждать. Давайте вернемся к результату. Я так понимаю, в этот раз отвечает первая команда Юг. Да. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. На наш взгляд данная пациентка идеальная идеальный кандидат естественно для диплоскута. Единственный момент, учитывая ее предыдущее лечение, возможно и проведение лучевой терапии и химиотерапии, необходима предоперационная оценка сосудов как внутригрудных, на всякий случай можно посмотреть только докзальные сосуды и оценка перфорантных сосудов передней брошной стенки. Да, да, так и есть. Хорошо. Команда Северн. Если позволите, опять расскажу наше общее мнение. Для начала мы бы хотели проверить, понятно, правильно было сказано, что эта пациентка является идеальным кандидатом, но для того, чтобы оценить идеальный ли этот кандидат, нам недостаточно только понять какие сосуды по КТ-диагностике либо МРТ либо УЗИ. Мы должны оценить эту пациентку, у нее высокий индекс массы тела. Из последних данных мы можем понимать, что единственный фактор, который диктует нам осложнение, повышает риски, это уровень гликированного гемоглобина у этой пациентки. Вторым, мы бы обсудили с пациенткой, что она сама хочет. Хочет ли она дополнительную зону, шрама, дополнительный доступ и послеоперационный период. Мы бы также посмотрели состояние местных тканей у пациентки с правой стороны, возможно, мы бы провели несколько сеансов липофилинга, для того, чтобы улучшить зону в этой области. Мы бы поговорили также с пациентом, критично ли ей сохранить сосковый комплекс. Также, как первым этапом, мы бы пошли, если мы обсуждаем, что пациентка ответила, что да, ей интересно сохранить сковорелинг комплекс, с правой стороны, мы бы первым этапом провели несколько сеансов липофилинга, затем мы бы поставили экспандер и выполнили бы симметризирующую операцию по техникам, которые изложили сегодняшние предыдущие докладчики с уменьшением риска некроза сковорелинга комплекса, потому что левомолочная железоаптозирована, поэтому риск таков высок. Следующим этапом, то есть, получается, уже третьим этапом, мы бы обсудили с пациенткой. Если бы она была готова для аутологической реконструкции, естественно, это диплоскутная реконструкция. Такие пациенты без кожи, без кожи, подкожно, диплоскут. Такие пациенты мечтают избавиться от фартука, либо, если пациентка сказала бы категорически, что это меня устраивает, это устраивает мою семью, то мы бы, естественно, предложили бы имплант, замену экспандера на имплант. Можно я вот один комментарий дам? Ну да, и нет. Просто вот хотелось бы сказать о том, что сколько много и долго не рассуждать на тему реконструкции молочной железы, а на наш взгляд все-таки, как правило, пациент выбирает тот вид реконструкции, который хирург ей преподносит как можно более красиво и каким видом он владеет больше всего. Поэтому тут как бы во многом зависит еще от того, что скажет непосредственно сам хирург пациентки. Если вы позволите, я прокомментирую, Марьян. Мы сейчас обсуждаем, понимая, что мнение пациента для каждого случая не имеет значения. Но то, что коллеги из Санкт-Петербурга постоянно это подчеркивают, мне это импонирует, потому что в беседе все-таки мнение пациента имеет большое значение. Я так понимаю, это настолько внестилист, что они всегда к этому возвращаются. Но в данных всех конкретных случаях превалирующее значение, впрочем, как и всегда, как и правильно говорили, значение самое главное имеет мнение хирурга, что будет лучше, конечно, для пациента. Вместе с тем вернемся к ответам. Получается, команда Юг у нас говорит, это будет Диеп, Лоскут, если все хорошо с перфорантами, Диеп. Команда Север говорит, мы не сразу придем к Диепу, мы сначала сделаем липофилин пару сессий, при необходимости поставим экспандер, для того, чтобы избежать вот той самой заплатки и использовать чисто собственную кожу, чтобы как можно меньше этот Диеп видно, но в конечном счете тоже будет Диеп, скорее всего. При необходимости, если пациентка сама настроена, а если нет, то имплант, но я так понимаю, и по этому было понятно, что им тоже хотелось быть Диеп. Я запускаю голосование с вашего позвоня и пока что включу то, как был решен этот конкретный случай. На самом деле это Диеп Лоскут и у данной конкретной пациентки мне бы хотелось, чтобы все знали, что это случай, предоставленный мне доктором Евгением Гарковом, все знают, почему он работает в Томске. Я хотел бы его поблагодарить за блестящий эстетический результат, который он получил у данной пациентки, но мы видим тот самый симптом заплатки, но при всем при этом он достиг оптимальной симметрии, этот самый Лоскут Диеп и достиг, мне кажется, более чем оптимального результата. Если спрашивать мое мнение, в моих руках, конечно, объекты у Лоскутов не было физически на данный момент, пока что не занимается, микроскоп на заднем плане периодически мелькает, надеюсь, скоро мы уже начнем этим полным мере заниматься. Но идея слепой филингам, экспандерам и имплантам в моих руках была бы, наверное, первой у данной конкретно пациентки при отсутствии возможности сделать пир. Петр Владимирович, может, вы что-то прокомментируете для вашего мнения? Я прокомментирую, что надо запустить задачу и обсудим, пока идет обсуждение, чтобы времени не красить у коллег. не проголосовала, или рановато. Я, если вы позволите, еще один шуток. А уже голосование высветили, вы сказали, и пошло голосование. Результаты высветили голосование. Юг 39, Север 61. Ого! Север выиграл, потому что подумал прежде всего о том, что же скажет пациент, как я понимаю, и захотел додиться самого позвольте я просто еще один случай покажу в представлении доктором Карбуховым. Это тоже, кстати, Диеплоткут. Я его не стал строить, потому что здесь были маркированные сосуды. Но мы видим, как можно Диеплоткутом добиться оптимальной симметрии в одну операцию, причем с таким выразным тотом. Если бы я впервые увидел этот пациент, у меня бы руки за часами сделать фиксию с одной стороны, а с другой стороны подхожную мастертомию, установка импланта, но мы видим, что здесь он, в принципе, достиг более чем отличного результата. Вот пациентка М, 56 лет, у нее неудачная реконструкция, аутологичная, это перемещенный тремблоскут, после этого у нее было 4 некректомии, прошло 8 месяцев после операции, что делать дальше. Я думаю, что мы можем отключаться и дать возможность посовещаться нашим командам. Да, таймер пошел и возвращаясь к первому случаю, я поздравляю, что у вас микроскоп появился на самом деле, это замечательная штука, говорят ей гвозди хорошо забивать, но и не только, поэтому поздравляю, это большой шаг, на самом деле мое глубокое убеждение, что любой центр молочной железы должен обладать всеми возможными методики, чтобы не возникало вопроса, а я бы, ну вернее, ответа на вопрос, а я сделаю вот так, потому что вот так мы не делаем, это как бы скорее плохо для наших пациентов даже, нежели чем для нас. а по поводу решения задачи, конечно же, вы, условно говоря, молодых хирургов подловили на ДИП, наверное, так это называется, он прям просился, это ДИП, хотя вариант с изначальной установкой эспандера, который вы тоже предлагали, очень кажется элегантным, потому что, во-первых, есть выход из этой ситуации в две стороны, и в ДИП, и в замену импланта, и на самом деле как бы лучше с моей точки зрения иметь несколько вариантов решения задачи, нежели одну, когда это иногда нас заводит в тупик, и эстетический результат получается не очень хороший, когда только одно решение, но так бывает иногда. Ну да, да. А ДИП получился шикарный, результат и первой, и второй операции, конечно, великолепный, просто. У меня было большое желание именно вторую операцию показать для совещания, тем более там напрашивались разные варианты реконструкции. Да, да, и о ДИПе там думаешь в последнюю очередь, вот это точно. При таком птозе ДИП, конечно, это такой прям подвиг. Да, я просто понимал, что могут начаться вопросы насчет какой тип опухоли, варианты расположения, органы сохранные возбужденные операции. Там, ну, на самом деле, прям настолько большой разброс вариантов, что можно всю сессию обсуждать только одну пациенту, поэтому, хотя что-то более узконаправленное. я надеюсь, я надеюсь, у данных пациентов, которые у нас сейчас, мы услышим не менее интересные ответы. Да, я тоже. Коллеги, время истекло, уже 2.20, пора возвращаться в эфир. сейчас. Сейчас. Угу. 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 Вы отвечаете первыми. Да. Так, мы проиграли, потому что, Мариан. Так, наша идея, как данную ситуацию исправить, учитывая выраженную атрофию тканей около грудинной области, необходимо этот участок истекать для того, чтобы закрыть дефект, образовавшийся после истечения, можно использовать лоскут контрлатеральной молочной железы, а за счет этого также провести редукцию здоровой молочной железы и установить экспандер под мышцу для растяжения покровной тканей. Под какую мышцу? Справа? Под большую грудную. Справа? Здесь она там есть. Справа, справа мышцу, да, справа, большая грудная мышца, судя по снимку, должна быть сохранена, под большую грудную мышцу, под супекторальный карман установить экспандер, а дефект в окологрудинной области закрыть мягкими тканями контрлатуральной молочной железы и одновременно провести ее редукцию. На втором этапе экспандер заменить на имплант. Хорошо. То есть экспандер имплант, да? Да. И атрофичные ткани закрыть лоскутом контрлатуральной молочной железой. И первого склона на четвертой перфоранте. А лоскут здоровой молочной железы как вы будете брать? Вы его как развернете? Это лоскут четвертого перфоранта, лоскут нижних склонов. Это не лоскут. То есть развернете и сюда лоскут? Ну, пропеллерные. Да, да, да. Отлично. Отлично. Как раз вот в эту зону, где как раз у нас самые АСБ разная атрофическая атрофическая. Потому что там получается кожа уже не осталась, там атрофичная область и сразу под ней уже реберная часть. Ее нужно чем-то укрывать, причем дефект достаточно значительный по площади. Да, да. Хорошо. Только за счет мобилизации кожных лоскутов окружающих его нельзя будет закрыть. Хорошо. Хорошо. Давайте послушаем команду Север. Так как мы воспользуемся правом отвечения, наверное, ответа двух вариантов. Первый вариант будет... Правила меняют на ходу наши северяне с южаном. У команды Юг на самом деле очень классный ответ, поэтому нам нужны две карты, чтобы покрыть их. Мы тоже о нем думали. Мы тоже о нем думали. Это мы думали, что а вот, достанем козырь, ну ладно. Первым вариантом нам, конечно же, как и коллегам с Юга, хотелось бы иссечь эту область, избавиться от этого дефекта. Но, наверное, здесь можно было бы использовать методику, применяемую в центре Густав Руси во Франции. Мы бы в этом случае во время операции иссекли бы скомпрометированный участок и выполнили технику так называемую Abdomen Advanced Flap. Мы бы подтянули, получается, абдоминальный лоскут, формировали новую суммарную складку и поставили бы туда экспандер. Потому что у нас есть еще один вариант, сейчас мой коллега его озвучит, но, опять же, мы хотим это приберечь для второго варианта. Так как идея создания еще одного хирургического доступа, еще одних рубцов, этот вариант, мы всегда к нему можем вернуться. Я думаю, что вы уже догадались к этому варианту. Сейчас вам Сергей Сергеевич расскажет. Может быть, он... На самом деле второй вариант у нас это естественное истечение. По поводу проблемы рубцов у этой пациентки и так уже много рубцов, больше не придумаешь. Второй вариант это ТДЛ с установкой экспандера. Естественно, потом с дальнейшими заменой и коррекцией второй железы. Скажите, на каком одном варианте у вас нанадоется? Или вы хотите оба? Мы берем оба. Грузите все. Хорошо. Почему бы нет? Мы обсудили это с пациентом. Как она сказала бы. Как пациент так и будет. Естественно, возможно, интероперационно бы это решалось. Спустился бы Петр Владимирович и сказал так. Если вы позволите, тогда мы запустим голосование. и я расскажу, как эта пациентка получала лечение. в пациентке. Действительно, это крайне непростой случай. Я благодарю доктора, который мне позволил с этим случаем поделиться. У пациентки было 10 этапов липограктинга. 10. Мало того, первые два этапа было без системы права. Это был просто липограктин для того, чтобы улучшить вот эту самую гипотрофичную зону, о которой вы говорили. Команда Юг говорила для того, чтобы иссечь и заместить лодку с контролатеральной молочной железы. Потом, после двух сеансов, была наложена система права, это наружный, грубо говоря, экспандер. Формировалась в дальнейшем борозда с мамарной стрингом и была выполнена симметризирующая операция. Сейчас я вам скажу, сколько было всего пересажено жирового трансплантата. Объем переведенной жировой ткани составил последние первые две сессии 270 и 140 мл, потом 180, 130, 150, 150 и в среднем по 150 мл. Я здесь еще попытаюсь вам сказать, вот видите, даже доктор представил ультразвуковое исследование пересаженного жирового трансплантата в этот самый лоскут, который некротизировался частично. Видно по Доплеру, что там есть даже сосуды, и это тот доктор Васильев, мы все его знаем, у которого впечатляющие результаты при реконструкции молочной железы аутологичным жировым трансплантатом. На самом деле в данной конкретной ситуации мне кажется, ответ, который приведет хотя бы к такому результату, он заслуживает аплодисмента, честно. это было это было ладно, ничего, спасибо большое. Да, спасибо большое, интересно. Давайте смотреть север 53,6, юг 46,4. Мне кажется, там есть какой-то элемент голосования только за север. Хорошо. Если бы только за север, то по нулям было, у нас по-другому не было. 146 процентов, это же известный факт голосования. Хорошо. Тогда переходим к следующему случаю. Пациентка оперировалась у нас. На первый взгляд все в принципе достаточно стандартно, но еще раз повторюсь, несмотря на то, что нам кажется, что там все просто, вы видите, видео, я не знаю, вода запустилась? Да. Вы видите, при выделении большой грудной мышцы, к сожалению, в межреберье образовался дефект, и мы видим, как там происходит экскурсия легкого, грубо говоря, произошел пневматура. И мы вот даже на этом видео, наверное, еще видно, что есть четкий дефект, где-то сантиметра 2 на 1 в межреберье. что делать дальше? Мы помогали вот этой пациентке, планировали установить экспандер, а получили пневмотор. То есть можно уточнить? Речь идет о том, что делать во время операции? во время операции. Все понятно. Это будет интересный вопрос, что каждая команда для себя решила. Первыми в этот раз будут снова отвечать команды запустим. Запускайте время. на самом деле пришел интересный вопрос, пока мы обсуждали этот случай. Вопрос пришел на предыдущий. Помните случай с Дипом, который пришел вопрос вам, Эльбрусу Славяковичу? Был так написано. Вопрос Эльбрусу Славяковичу. Система Браво и знак вопроса. То есть не на этот случай с липофилингом, когда Браво и Славяковичу, а на предыдущий пришел вопрос. Как вы считаете, там можно было так сделать? Мне кажется, да. Там кожа очень хорошо сохранилась. Она, мне кажется, как рецепентная зона, как матрица, очень даже хорошо восприняла бы это все. И как вариант, если пациентка согласна на 10 этапов операции, мне кажется, почему бы нет? Мы видим, что у нас есть хирурги, которые получают более чем впечатляющие результаты. В Санкт-Петербурге Идосов есть хирург, насколько я помню, он находится в Санкт-Петербурге сейчас. Тоже у него впечатляющие результаты, но почему-то, когда я к нему обратился за тем, чтобы он мне помог с презентацией, он мне так и не ответил. Не знаю, может быть, его впечатляющие результаты куда-то даделись, но в России, насколько я знаю, на данный момент стандартно практикующих именно реконструкцию жировым трансплантатом у нас именно вот доктор Васильев и доктор Федосов. Когда-то, насколько я знаю, системой Браво и Кубер привозил доктор из Санкт-Петербурга еще пластический хирург Древецкий, да, Древецкий, насколько я помню, он тоже из Санкт-Петербурга привозил доктора Курия первым, кстати, нам в Россию. Ну и получали они хорошие результаты. Но доктор в данном случае Евгения Гандуков выбрал Евген и получил более чем отличие. Да, интересная методика. На самом деле не могу сказать, что знаком с ней хорошо, так только тоже иногда видел презентации, но, наверное, она тоже имеет местное существование, это однозначно вопрос показаний и, как ни странно, желание и понимание пациентки, потому что 10 инвазивных вмешательств тоже не самая простая история в общем-то. Хотя, наверное, 10 липофилингов по сравнению с одним дипом, тут еще подумаешь 10 раз, зная уже, что это такое может быть. У нас время, коллеги, давайте вернемся к обсуждению результатов. Юг. Да? Вы нас слышите, Юг? Да, да, да. Мы вас слушаем. Ну, во-первых, учитывая то, что мы все-таки онкологи, учитывая, что все-таки мы онкологи, во-первых, нужно будет в любом случае позвать таракальных хирургов для консультации. Если таковых не находится, то наше предложение ушить париэтальный листок плевры, сверху закрыть эдемом и дренировать плевральную полость. После операционном периоде обязательно контроль рентгена, при отсутствии пневмоторакса дренаж можно будет убирать. И дальше, соответственно, операцию продолжать по намеченному этапу. Как я понял, вы собирались ставить экспандер. Экспандер будет в послеоперационном периоде выполнять дополнительный эффект заплатки. Скажите, экспандер сразу же вы ставите или дают период вы ставите? То есть вы зашиваете рано, через какое-то время будете ставить экспандер или сразу? Учитывая то, что субускулярный карман уже создан, судя по фото, можно экспандер сразу установить, он будет дополнительной заплаткой, соответственно, он дополнительно будет придавливать наш EDM, что будет дополнительно оказывать окклюзионные действия. Хорошо. И обязательно тренировать через контур-апературу тренировать калибральную полость. Да, еще кто-то там хочет что-то суббот сказать. Хорошо. Все? То есть ставим экспандер, как и планировали, на поверхе EDM, который фиксирует винилую плевральную полость тренажом белого. Правильно правильно? Сначала париетальный листок плевры мы ушиваем. А париетальный плевры откуда вы будете прошивать, сшивать, не просто интересно, изнутри из плевральной полости или отсюда снаружи? Нет, снаружи. Снаружи. Как я понял, это межреберный промежуток, было насечение межреберной мышцы, межреберная мышца сократилась, разошлась, и в результате этого, соответственно, повреждение полиетального листка плевры и вхождение в плевральную полость. Париетальный листок плевры можно ушить при отсутствии таракального хирурга. Париетальный листок плевры можно снаружи ушить, сверху прикрыть EDM. А при количестве таракального хирурга что было? Таракальные хирурга плевры ушиваем, сверху EDM, сверху Expander и заканчиваем как и планировали. Правильно? Как и планировали, плюс дренировали непрерывальные полости. Хорошо, хорошо. Команда Север. Ну, команда Север хочет сказать, что дело-то житейское. У меня, конечно, такого не было, но вот у моего одного друга из другого города. Откуда-то. Сразу могу сказать коллегам с юга, что невозможно ушить плевру в этой ситуации, это нереально сделать, не получится. Поэтому все делается гораздо проще. Ставится система отрицательного давления про Биллау и ставится экспандер, который закрывает эту дырку и все. Ну и спросите анестезиологов, как там дела? Потому что экспандер замечательно закрывает эту дырку и все. То есть я так понимаю, вы даже рассказываете какой-то опыт какого-то хирурга. Да, да. Дальний знакомый. Знакомый дальнего знакомого. Хорошо, нормально. Да, дальний. А можно спросить? Да, конечно. А что в полости экспандера она не будет попадать в эту дырочку? Мне тоже интересный вариант. Вот все равно тренируем, получается. Хорошо. Мобилалу по Билалу мы ставим это без отрицательного давления. Это пассивные дренажи. Мы ставим ее в плевральную полость. А хорошо, а то, что нам нужно поставить в вакуум в полости экспандера? Экспандер замечательно эту дырочку закрывает и эти две полости никак между собой не сообщаются. Как показывает практика, чаще всего происходит именно так. А скажите, пожалуйста... Но ушить, к сожалению, этот дефект плеврой невозможно. Невозможно ушить этот дефект плеврой. Поэтому предложили его попробовать ушить и сверху идиемом прикрыть как дополнительная окклюзионная повязка просто. Было бы только идием. А скажите, пожалуйста, можно мне вопрос? Я вас очень прошу... Конечно, конечно, задавайте. А скажите, пожалуйста, вот экспандер, вы его положили на этот дефект, но его же когда-то менять, вы когда его решили поменять... Уже ничего не было. Ничего не было совершенно. Коллега сказал, что ничего не было. Капсула сформировалась, никакого дефекта уже не было. Божественно. Божественно. Просто замечательно. Просто я дослышал презентацию Фанкт-Петербурга когда раз, когда при эстетической хирургии был допущен им мотор при установке имплантов. И человек, который менял импланты через много лет, он увидел этот им мотор, когда полость плевральная сообщалась с полостью импланта, установленная, я еще раз повторю, при эстетической операции, она ничуть не зажила, но она вот была, как была, сообщение было, женщина ходила, дышала, ничего страшного, но полость под имплантом не зажила. Я просто точно-точно так же в случае жизни, но очень интересно, что экспантер сам по себе придавливая, может быть заплаткой, очень интересно. Это пластические хирурги там у них свой мир. Возможно, возможно. Ну, если вы позвольте, я тогда запущу голосование, Петру Владимирович, и услышим ответ тогда. Голосование запущено, да? Запустили, да, голосование пошло. Хорошо. Но у нас мы сделали чуть по-другому. У вас видео запустилось? Да. Да, центральное видео идет. Да. Но если вы видите, то есть на первом на первом у нас есть в обучении таракальные хирурги, разумеется, и они пришли к нам на помощь, и первое, что они предложили, в принципе, ничего не делать. Просто оставить, положить мышцу на место и ушить рану для стандартной радикальной мастер-эптомии, тогда все заживет, и через какое-то время вернуться от этой операции. И даже для нашей клевральной полости не пришлось поставить. Но так как был уже настрой ставить экспандер, мы просто разведнули малую грудную мышцу. Мы знаем, как Артур Халидович предлагал сделать тампонаду подмышечной области, лоскутом малой грудной мышцы для того, чтобы уменьшить объем лимфории. И вот сделав такой перевертыш из малой грудной мышцы, вы видите на третьем рисунке, что мы получили, можно так плотно закрыть. Что касалось насчет сшивания париетальной ревры, действительно, это невозможно. Попытка это была, и вместе с таракальным хирургом, оно не сшивается. Просто это невозможно. Там ревра, когда дефект, тем более, он как окошко, там не сведешь, есть лишь один вариант, заплатка сверху. Мы как заплатку использовали свою малую грудную мышцу, перевернув ее в виде лоскуда перевертыша, фиксировав ее нерассасывающими швами, где-то к ребру, где-то к жребелью, где она еще сохранилась, а уже поверх этого мы установили экспандер. Также мы, разумеется, вместе с нашим таракальным хирургом на всякий случай задренировали фибральную полость для того, чтобы просто лишь для контроля, хотя он выводился, можно в принципе ничего не делать. Но мы проконтролировали, в принципе, получили тот эффект, который нам хотелось. Вот эта пациентка уже с экспандером, перед заменой экспандера на имплант. И вот это уже результат, когда мы перед заменой экспандера на имплант видим между пинцетом, грубо говоря, вы можете видеть остатки шовного материала, а малая грудная мышца, она фиброзировалась и превратилась в тонкую-тонкую-тонкую такую прослоечку в виде, а так как в ней практически не осталось живой мышечной ткани, она просто фиброзировалась, превратилась в часть капсулы заднего листка капсулы экспандера. За счет чего мы абсолютно без проблем сделали стандартную реконструкцию субмомарной складки по той методике, которую тоже опять-таки предлагают нам указания и однократно их добились в принципе приемлемого статического результата. Что у нас с голосованием? Коллеги, давайте покажем голосование. Ну как-то даже неприятно. Север 58,5, юг 41,5. Но на самом деле, как я понимаю, все-таки сделать чисто заплатку из экспандера, я бы тоже не решился. Но право тому хирургу, который на это пошел и добился успехов, я честно скажу, у меня... Мне тоже заведующий этого хирурга потом рассказывал, что его хирург долго после этого не оперировал. Все-таки ATM, да даже хоть что, а вообще лучше, может быть, вообще, в принципе, ничего не поставить и дать сожить, чем только экспандер поверх дырочки опять положить. Но я думаю, что если все закончилось хорошо, то, слава богу, что хорошо. Единственное, что могу сказать. Ну, учитывая то, что, в принципе, все случаи исчерпаны, я думаю, что мы можем подвести итоги. У нас победила команда Севера. Я хотел бы поблагодарить обе команды. На самом деле, ответы обеих команд были подчас нестандартными, они были интересными и ответы, хотя масса называется у нас масса молодых маммологов, я думаю, что ответы были ответы не просто молодых маммологов, а готовых к любому варианту течения террористического процесса и готовых спокойно оперировать и ответить не молодых. Продолжение следует...